В Монино в Центральном музее ВВС состоялось торжественное открытие новой экспозиции, которая называется «Самолеты Великой Отечественной войны». Экспозиция посвящена юбилейной 75-й годовщине Великой Победы. В выставочном ангаре размером почти в 3000 квадратных метров размещены различные бомбардировщики Великой Отечественной войны. От фронтового Ту-2 до легендарного пикирующего Пе-2. Всего 10 самолетов, причем 7 из них являются в России памятниками науки и техники. Открыл торжественную церемонию директор Центрального музея Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации Александр Новиков. Поистине выдающиеся события, которые волнуют душу и сердце, не только нас, присутствующих здесь, но и тех, кто будет приходить сюда. В преддверии 75-летия Победы открывается уникальная экспозиция, которая говорит о том, что музей есть, работает, развивается. Есть в новой экспозиции самолеты, которые были поставлены в СССР из США по Ленд-Лизу. Они тоже принимали участие в боевых действиях в 1941-1945 годах. Например, среди них истребитель Р-63 «Кинг Кобра». В экспозиции также размещены учебно-тренировочный самолет УТ-2, натурные образцы авиационных двигателей, авиационного вооружения и средств поражения. Посетители увидят и новый тематико-экспозиционный комплекс, который располагается возле военно-транспортного самолета ЛИ-2. Это партизанский полевой аэродром. Открытие новой экспозиции приурочено ко Дню Защитника Отечества, который всегда особо празднуется в бывшем военном городке Монина, где свято чтут и продолжают славные традиции легендарных военных летчиков. Экспозиция, которая открыла двери перед всеми желающими, это подарок жителям не только Монина и Щелкова, но также Москвы и Подмосковья. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.